Девушки отдыхают Мне всегда казалось, что я отлично справляюсь со своим долгом одна. Так зачем мне партнер? Я не хочу обсуждать с ней некоторые дела. Не вижу в этом нужды. Я просто иду и делаю. Понимаю, что это неправильно, но не знаю, что с этим делать. Ты долгое время работала вместе с сестрой Линь, и вы были отличной командой. Сталкивалась ли ты с подобным? Не могла бы ты рассказать? На самом деле, когда лидер только поручила сестре Линь заниматься вместе со мной поливом новообращенных, я была против. До этого я в одиночку руководила двумя церквями. Так зачем думала я мне партнер, чтобы руководить всего одной? Любые достижения определенно будут приписываться нам обеим, значит, я не смогу выделиться, и никто не будет меня почитать. Если бы я занималась этим одна, братья и сестры увидели бы, что я талантлива, раз смогла так много на себя взять, я была бы незаменимым столпом в церкви для этой работы. Я бы блистала. Плюс, имея партнера, я не могла бы принимать окончательные решения. Это означает вдвое меньше власти в моих руках. Мне приходилось бы справляться о мнении партнера и выглядеть неумелой. Эти мысли настроили меня против такого обустройства. Я подумала, совершила ли лидер ошибку, или же она не уважает меня. Я знала, что за все другие церкви отвечает всегда по двое людей, но мне казалось, что я особенная и способнее других. Я такого же мнения о себе. Каким было ваше сотрудничество потом? Но я постоянно отмахивалась от сестры Линь и часто даже не говорила ей о том, что делала. Однажды нам нужно было объединить две группы, так как некоторые из членов ушли. Я посчитала, что такое простое дело я смогу выполнить сама. Я такое раньше уже делала, поэтому обсуждать было незачем. Я взяла и объединила их. Когда сестра Линь справилась об этом, я сказала ей, что обо всем позаботилась. В другой раз лидер попросила сказать, с кого из новичков можно научить проповедовать Евангелие. И я просто взяла и создала группу из хороших кандидатов. Когда они стали изучать принципы этой работы, я заметила, что один из них все время занят на своей работе. Ну и тогда я в одностороннем порядке исключила его из группы и лишила его права выполнять долг. Когда Браджан, отвечавший за проповедь Евангелия, узнал, он со мной разобрался. Он сказал, что я деспотична и действую по произволу, принимая решение без участия моего партнера. Тогда я просто ответила ему, что он во всем прав, но не поверила, что я настолько сильно развращена внутри. После того, как подобное не раз повторилось, в один день меня нашла сестра Линь и сказала, «Мы с тобой партнеры. Даже если ты можешь делать что-то самостоятельно, ты должна держать меня в курсе, чтобы я тоже знала, как продвигается наша работа. Сестра Джан всегда старается все обсуждать со своим партнером. Они все вопросы решают вместе». Я подумала, скажу я или нет, мы сделаем по-моему. Так какой толк? Люди просят совета, когда не умеют чего-то делать, а я прекрасно справляюсь. Иметь партнера – это так неудобно. Приходится обо всем с ним говорить, словно я подчиненная и отчитываюсь перед начальством, словно я некомпетентна. Она еще много раз об этом говорила, но я продолжала вести себя с ней так же. Иногда она спрашивала о конкретных вещах, но я осаживала ее. Мне казалось, она спрашивает о том, что мы уже обсуждали, и я игнорировала ее. Обсуждая с ней работу, я иногда замечала, что она постоянно вздыхает, и задавалась вопросом, кажется ли ей, что я ее ущемляю. От этого мне было не по себе. Но потом я думала, что ничего плохого я ей не сделала, поэтому не воспринимала это всерьез. Однажды она спросила меня, «Ты ведь смогла бы управлять этой церковью самостоятельно, правда?» Тогда я не поняла, почему она задала этот вопрос, и подумала, не собираются ли ее перевести. Было бы здорово, если бы мне не пришлось перед ней отчитываться, и я могла бы всем заправлять. Я ответила ей, смогла бы. Она на это промолчала. Позже я узнала, что ей казалось, будто я вставляю ей палки в колеса, будто она ничего не может делать и хочет уйти в отставку. Я лишь признала, что относилась к ней реально плохо, но не стала об этом думать. Как ты впоследствии поняла, что у тебя проблема? Лидер поручила сестре Линь заняться другим проектом, поэтому я стала отвечать за большее количество работы. Втайне я была довольна этим. Я думала, что теперь-то смогу показать свои навыки и сама все буду решать. Но все вышло совершенно не так. Очевидно, мне стало сложнее выполнять свой долг. И когда у братьев и сестер возникала проблема, я не могла добраться до ее сути и устранить корень этой проблемы. Со временем все больше новичков посещали собрания нерегулярно. И лидер сказала мне, что моя работа дает плохие результаты. Сестра Линь тоже указывала на мои проблемы. Говорила, что я волк-одиночка, не советуюсь с другими и не ищу истину, когда что-то случается. В то время я была бескомпромиссна, и ее слова я не воспринимала. Но мое состояние ухудшалось, а в голове у меня был бардак. Однажды лидер сказала, что хочет поговорить со мной, и назначила встречу мне и другой сестре. Я слышала от других, что та сестра вроде плохо работает. Поэтому я решила, что лидер считает меня такой же, как эта сестра. Это меня немного напугало. Неужели моя проблема так серьезна? Неужели меня отстранят от долга? Ведь раньше, когда я руководила двумя церквями, все шло очень даже хорошо. А теперь, когда я руководила одной и делала привычную работу, в которой у меня был опыт, почему у меня не выходило? Наверное, со мной что-то не так. Тогда я предстала перед Богом в молитве и попросила Его дать мне понимание проблемы. И я прочла такой отрывок из Божьих слов. Когда за какое-то дело отвечают двое, и у одного из них сущность Антихриста, что проявляется в этом человеке? Только он во всем проявляет инициативу, задает вопросы, все расставляет по местам, решает проблемы. Напарника же своего он по большей части держит в полном неведении. Что в его глазах представляет собой напарник? Не его заместителя, а просто нечто для отвода глаз. Для Антихриста это даже не напарник. Когда возникает проблема, Антихрист обдумывает ее тщательно, решает, как поступить, и тогда сообщает остальным. И ставить это под вопрос никому нельзя. В чем сущность его сотрудничества с другими? На самом деле, все решения принимает он. Только он один. Он действует в одиночку. В одиночку говорит, решает проблемы и берется за работу тоже один. А его напарники – для отвода глаз. И будучи не способен работать с кем-то, общается ли он с другими о своей работе? Нет. Во многих случаях другие узнают о ней только тогда, когда все уже сделано или решено. Другие говорят ему, все проблемы надо обсуждать с нами. Когда ты разобрался с тем человеком? Как ты с ним обошелся? Почему мы об этом не знали? Он ничего не объясняет и не признает заслуг. Для него от напарника нет никакого толка. Когда что-то случается, он обдумывает произошедшее и принимает решение сам, поступая так, как считает уместным. Сколько бы людей ни было вокруг, их будто вовсе и нет вокруг него. Для антихриста они – пустое место. Так выходит ли что-нибудь реальное из его сотрудничества с окружающими людьми? Увы, нет. Он просто делает вид, соблюдает формальности. Другие говорят, почему, столкнувшись с проблемой, ты не беседуешь с другими? Он отвечает, да что они знают. Я лидер команды, мне решать. На вопрос, почему не общался с напарником, говорит, я ему сказал, но он не знал, что ответить. Отговорками, что у напарника нет ответа или позиции, он лишь прикрывает свой произвол в решениях. И за этим нет самоанализа, не говоря уже о принятии истины. Вот в чем проблема с природой антихристов. Аминь. От этого отрывка у меня защемило сердце. Казалось, будто каждым словом Бог разоблачает меня. Я наконец поняла, что всегда желая, чтобы последнее слово оставалось за мной, относясь к сестре Лень, будто ее нет и не советуясь с ней под предлогом, что я все могу сама, я вела себя как диктатор и шла по пути антихриста. С самого начала я выполняла свой долг таким образом. Я сама объединила те две группы, ничего не обсудив с сестрой Лень. Я даже не сказала ей, что сделала это. Увидев, что новичок занят своей работой, я не стала обсуждать лучший план действий, а сразу выгнала его из группы и отстранила его от обязанностей. Когда сестра Лень спрашивала о проектах и новообращенных, меня это ужасно раздражало и бесило. Мне казалось, это словно отчитываться перед начальством, будто я ниже ее рангом, и тогда я пренебрегала ею. Мне хотелось, чтобы последнее слово было за мной, я жаждала власти. Выполняя свой долг, я действовала по произволу, не желая сотрудничать. Я мешала сестре. Это не было исполнением долга. Это мешало работе Божьего дома. Я была как приспешница сатаны. Да. Живя в такой развращенности, сработаться с партнером невозможно. Да. Я прочла один отрывок из Божьих слов. Я прочту его вам. Некоторые антихристы говорят, сталкиваясь с проблемой, я люблю сам принимать решение. Обсуждать ее с кем-то еще мне не нравится, так я выглядел бы глупым и некомпетентным. Что это за точка зрения? Заносчивый ли это характер? Они считают, что сотрудничество, обсуждение вопросов, поиск ответов и консультации это недостойно и унизительно. Поэтому, стремясь сберечь свое достоинство, они в делах не допускают прозрачности, не рассказывают о них другим и тем более не обсуждают их. Они считают, что посоветоваться с кем-то значит показать себя некомпетентным, что узнавать мнение других означает, что ты глупый, не умеешь мыслить самостоятельно, что работая над выполнением задачи или решением проблемы вместе с другими, ты выглядишь бесполезным. Не смехотворно ли воззрение их сердца? И это ли не их развращенный характер? Когда ими управляет такой характер, они не способны нормально сотрудничать. Дело в занощивости и уверенности в своей правоте? Несомненно. Считать, что они всегда правы, что они должны быть главными и принимать решения, не такой ли у них склад ума? Да. С одной стороны, таковы их развращенные склад ума и побуждения. Прежде всего, таков их развращенный характер. В рамках своего развращенного характера они считают, что работать вместе с другими значит размывать и фрагментировать свою власть, что когда они работают с другими, их собственная власть становится меньше. Делить с кем-то свой авторитет равнозначно отсутствию реальной власти, а это для них страшная утрата. Потому какова бы ни была проблема, если у них есть возможность, и они могут все сделать сами, они ни с кем не станут ее обсуждать. Им лучше ошибиться, чем открыться кому-то. Они предпочитают ошибиться, лишь бы не делиться ни с кем своей властью. Им лучше, чтобы их отстранили, лишь бы другие не приложили руку к их работе. Вот каков он, антихрист. Он скорее навредит интересам Божьего Дума и поставит их на карту, чем поделится своей властью с кем-либо еще. Он полагает, что когда делает работу или решает вопрос, то раз он понимает истину и может все сделать сам, то нет нужды сотрудничать с кем-либо или искать принципы. Он думает, что должен все делать в одиночку, и только это делает его компетентным. Пользуясь этим предлогом, он достигает своей цели – делать все возможное для саморекламы, для того, чтобы отличиться, чтобы обладать властью. Именно так антихристы упрочивают доставшуюся им власть и никогда, никогда от нее не откажутся. Да. Аминь. Аминь. Да, прочитав его, я пришла к выводу, что причиной, по которой я была так деспотична и не желала работать с другими, был мой страх, что больше людей будет работать в церкви, и мне придется делить свою власть с другими, и я не смогу всем заправлять и все решать, и не заслужу восхищения других. Работая с сестрой Линь, я считала, что у меня есть опыт, смекалка и способности, так как раньше я уже отвечала за церкви новообращенных. Я воспользовалась ситуацией и стала высокомерной, думая, что я особенная, что я лучше всех. Она хотела, чтобы я держала ее в курсе своих планов и действий, а мне казалось, что обсуждая с ней дела, я буду выглядеть неумелой, поэтому делала все одна. Иногда я раздумывала, надо ли мне пойти посоветоваться с ней, но чтобы показать себя и вызвать восхищение, я придумывала оправдание, говоря себе, что все равно у нее не будет своего мнения, и она со мной согласится. Церковь поручила нам выполнять церковную работу вместе с другим человеком. Она имела право участвовать во всякой работе, знать о подробностях и о ходе работы, но я отталкивала ее, чтобы делать все самой, лишая ее права быть в курсе дела и права голоса, будто она пустое место. Я удерживала всю работу в своих руках, не позволяя ей участвовать в ней. Разве я не была антихристом во главе своей империи? Я думала о диктатуре большого красного дракона и его абсолютном контроле, и что он не дает людям выбора. Ведь я тоже хотела заправлять всем в своей работе. Была деспотична, не хотела ничего обсуждать, я была диктатором в церкви и имела полный контроль. Чем я отличалась от большого красного дракона? Да. Чем больше я думала об этом, тем серьезнее мне казалась моя проблема нежелания сотрудничать с другими. Мне стало немного страшно. В церкви власть принадлежит Христу и Его истине. Что бы ни случилось, мы должны действовать в соответствии с истиной. Но мне хотелось, чтобы последнее слово в делах церкви, за которое я отвечала, было за мной. Разве я не хотела быть царем горы? Я думала не о том, как практиковать истину и защищать Божий дом, а о том, будут ли удовлетворены мои личные желания. А работа, которую я вела, не продвигалась, и помехой этому, безусловно, была я. Бог возвысил меня, поручив мне этот долг, и надеясь, что я на самом деле буду искать истину, гармонично сотрудничать с другими и поливать новичков, чтобы они смогли в скором времени встать на истинный путь. Но я воспользовалась этим, как шансом выставить себя в выгодном свете, вершить власть и заставить остальных почитать меня. Я всегда была властной и хвасталась своими навыками. Это не только мешало работе Дома Божьего, но и вредило людям. Это навредило моей собственной жизни. Благодаря твоей беседе я вижу, что отказ от сотрудничества и нежелание обсуждать дела в рамках своего долга – это деспотизм и путь Антихриста. Не думала, что эта проблема так серьезна. Как ты в дальнейшем подходила к этой проблеме? Мне попался отрывок слов Бога, полностью перевернувший мое понимание. Посмотрим его? Да. Всемогущий Бог говорит «Для гармоничного сотрудничества требуется давать другим возможность высказаться и внести альтернативные предложения, а это значит научиться принимать чужую помощь и советы. Иногда люди ничего не говорят, и ты должен побудить их к тому, чтобы они озвучили свое мнение. С какой бы проблемой вы ни столкнулись, нужно искать принципы истины и стараться достичь консенсуса. Результатом такого подхода и станет гармоничное сотрудничество. Если ты, будучи лидером или работником, всегда ставишь себя выше других и получаешь наслаждение от своих обязанностей, словно какой-то государственный чиновник, всегда домогаешься связанной с твоей должностью мишуры, всегда строишь свои собственные планы, всегда ведешь собственную деятельность, всегда стремишься к успеху и карьерному росту, тогда плохо дело. Поступать таким образом, подобно какому-то государственному чиновнику, крайне рискованно. Если именно так ты себя всегда и ведешь, и не хочешь ни с кем больше сотрудничать, делиться с другими своим авторитетом, чтобы никто не отнял у тебя твои почести, не сорвал с твоей головы твой венец, если ты хочешь, чтобы все всегда доставалось только тебе, тогда ты и есть антихрист. Но если ты постоянно ищешь истину, если ты отворачиваешься от плоти, от своих собственных побуждений помыслов, и если ты способен инициативно сотрудничать с другими, часто советуешься с ними и обращаешься к ним за советом с открытым сердцем, и если ты умеешь принимать чужое мнение и внимательно выслушивать то, о чем думают и что говорят другие люди, тогда ты движешься по верному пути, в правильном направлении. Перестань важничать и отбрось свои громкие титулы. Не заботься об этом, относись к этому как к чему-то не имеющему значения, не рассматривай это как признак статуса, как лавры. В своем сердце считай себя равным другим. Научись ставить себя вровень с другими и наклоняться и спрашивать у других их мнения. Умей искренне, чутко, и внимательно слушать, что говорят другие. Так ты создашь мирное сотрудничество с окружающими. Какую же роль играет мирное сотрудничество? На самом деле огромную. Ты обретешь то, чего прежде ты никогда не имел. Нечто новое, нечто из высшей сферы. Ты откроешь для себя достоинства других и подчеркнешь для себя их сильные стороны. И еще кое-что. Там, где в твоем представлении люди глупы, бестолковы, неразумны и уступают тебе, когда ты прислушиваешься к их предложениям, или когда они говорят с тобой с открытым сердцем, ты невольно осознаешь, что никто из них не прост, что у каждого, кем бы он ни был, найдется несколько достойных внимания мыслей. И вот так-то ты перестанешь быть всезнайкой, уже не будешь считать себя умнее и лучше всех прочих. Это не даст тебе постоянно пребывать в состоянии нарциссического самолюбования. Это послужит тебе защитой, верно? Вот итог и польза, которую приносит совместная работа с другими. Аминь. Аминь. Слава Богу. Посмотрев это видео, я поняла, что причина, по которой я не хотела сотрудничать с сестрой Лене, делить свою власть с другими, заключалась в том, что в данном мне Богом долге я не видела Его поручения и своей миссии. Я воспринимала это как официальную должность, видела в этом статус и венец. Я отказывалась сотрудничать с другими и все время вела себя надменно, желая выделиться на фоне других. Это был неверный путь. Да. Этот период времени выявил мое поверхностное понимание истины и однобокий подход к проблемам. Я не рассматривала нашу работу как одно целое и почти не занималась практической работой. Помогать братьям и сестрам с их проблемами вхождения в жизнь было нелегко и многие из задач я не могла выполнять в одиночку. Мне нужен был партнер, чтобы обсуждать и получать обратную связь и чтобы его сильные стороны восполняли мои недостатки. Я подумала о том, как много истин изрекает воплощенный Бог для спасения людей, но ведь он никогда не ставит себя на место Бога. Он во многом прислушивается к предложениям людей. В нем нет ни капли высокомерия, и он никогда не бахвалится. Он всегда скромно изрекает истину, окормляя людей. Я увидела, насколько добра и прекрасна Божья сущность. Аминь. Но я была развращена сатаной, имела сатанинский характер и не понимала истины. Я многого не могла понять, но я все еще была надменно, думая, что я особенная, что я могу взять на себя кучу работы и выполнить ее без партнера и ни с кем не считаясь. Я осознала, что была заносчива. Верно. На самом деле, заниматься обсуждениями и беседовать, выполняя свой долг, разумно и мудро, это не значит быть неумилой. Угу. Это помогает нам получать от других то, что мы сами не видим и не понимаем. Это помогает не встать на ложный путь из-за чванливости. Только так можно хорошо исполнить свой долг. Слава Богу, теперь я понимаю Божью волю. Обсуждать вопросы, сотрудничать и восполнять слабости друг друга, так мы исполняем долг. Да. Я прочла еще один отрывок. Угу. Когда для исполнения своих обязанностей ты координируешь свои действия с другими людьми, способен ли ты слышать чужое мнение? Можешь ли ты принимать то, что говорят другие? Ты думаешь, что кто-то совершенен? Какими бы сильными, способными и талантливыми люди ни были, они все равно несовершенны. Люди должны признать это, ибо это факт. это также наиболее подобающее отношение любого, кто правильно воспринимает свои сильные стороны и недостатки. Вот чем должны обладать люди. С такой рациональностью ты без сомнения можешь правильно обращаться и со своими, и с чужими сильными и слабыми сторонами, и это позволит тебе гармонично работать вместе с другими. Если ты вооружен этой истиной и можешь войти в ее реальность, то можешь гармонично ладить с другими, опираясь на их сильные стороны, компенсировать свои слабости. Таким образом, что бы ты ни делал, ты всегда будешь совершенствоваться в этом и иметь Божье благословение. Аминь. Да. Опыт и способности не означают, что человек целостный. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и к ним надо правильно подходить. Нужно прислушиваться к предложениям других и поддерживать друг друга. Только так можно гармонично работать с людьми. Прежде я занималась только поливом новообращенных, а сестра Линь была ответственна за евангельскую работу. Если бы я взяла на себя и то, и другое, я никогда бы с этим не справилась хорошо. Мои взгляды на многие аспекты моего долга были крайне ограничены. Я была опрометчива. Всякий раз, когда лидер спрашивала о моей работе, выявлялось множество моментов, сделанных неправильно. Я осознала, что для выполнения этого долга мне действительно нужен партнер. Да. Возможности одного человека ограничены. Партнеры могут компенсировать слабости друг друга. И у всех нас высокомерный характер. Нужно контролировать друг друга. Это лучше и для Дома Божьего, и для вхождения в жизнь. Да. Я никогда раньше не понимала этого и совсем не знала себя. Я была заносчивой, властной и не умела работать с другими. Это задерживало работу церкви. Я чувствовала себя невероятно виноватой, поэтому молилась про себя Богу, не желая жить в развращенности. Я была готова гармонично работать с сестру Ильинь. Аминь. После этого, работая с ней вместе, я увидела, что у нее много сильных сторон. Она была более вдумчива, чем я, и искала истину, когда возникали проблемы, и подробно разбирала их при общении. Я была лидером не очень долго. У меня было лишь смутное представление о том, как управлять работой церкви. Я не имела достаточно четкого представления о деталях работы и общения с людьми. В этом отношении она была сильней. А еще она также была более любящей, чем я. Помогая новообращенным, она непрестанно беседовала с ними и доводила дело до конца. Мне казалось, что она проделала большую работу, а она говорила, что ей надо еще что-то сделать. Я подумала о том, как отказывалась сотрудничать с ней и считала ее лишней. Временами она становилась негативной, но потом меняла свой настрой и продолжала исполнять долг. Я относилась к ней пренебрежительно, но она продолжала задавать вопросы. Она была любящей и терпеливой и брала на себя настоящую ответственность за свой долг, и этих качеств не хватало мне. Осознав это, я почувствовала себя ужасно. Я увидела, как сильно мой развращенный характер навредил сестре линь и работе Дома Божьего. Если бы я с самого начала была готова с ней сотрудничать и все с ней обсуждать, то сейчас все было бы иначе. Полное сожаление, я предстала перед Богом и помолилась. Боже, я вижу свою развращенность и недостатки и поняла Твою волю. Теперь я буду сотрудничать с сестрой Линь и воплощать подобие человека. Слава Богу! Как ты стала практиковать это после того, как осознала свою проблему? После этого, работая с сестрой Линь, я обязательно спрашивала ее. Например, что ты об этом скажешь, что ты об этом думаешь. Однажды, когда мы обсуждали нашу работу, она спросила, как идет полив новичков. Я подумала, мы об этом говорили пару дней назад, к чему снова это обсуждать? Если возникнут какие-то проблемы, я с ними исправлюсь, я хотела ее игнорировать. Тогда я поняла, что моя старая проблема снова вылезла наружу. Я быстро помолилась, чтобы Бог направил меня отойти от развращенности. После молитвы я подумала обо всех своих неудачах за это время. Как деспотично и по-диктаторски я себя вела, желая поступать по-своему и хвастать. Все это было проявлением сатаны. Я должна была отречься от себя, практиковать слова Божьи и сотрудничать с ней. И так, я искренне поделилась с ней всем тем, что я знала о своей работе. И когда я закончила, она озвучила свои мысли. И я много чему научилась из ее слов и почувствовала, что здорово так исполнять долг. После этого я часто приходила к ней, чтобы обсуждать наш долг. И вместе мы искали истину и беседовали о проблемах новообращенных. И вот, через некоторое время мои результаты в исполнении долга улучшились. Я так благодарна Богу. Слава Богу. Я увидела, как Бог благословляет то, что я практикую истину в своем долге и гармонично сотрудничаю с другими. Слава Богу. Благодаря Тебе я поняла, как сотрудничать с сестрой Иван. Слава Богу.